Здравствуйте! Вы смотрите новости телеканала Сампо ТВ 360 в студии Наталья Кузьмина. Вот некоторые темы выпуска. Сразу же встал вопрос выбрать председателя ТУСа. Что такое территориальное общественное самоуправление и для чего оно нужно, рассказали на первом в Карелии форуме ТОС. В Карелии начались масштабные учения силовиков. Рекомендуется компост хранить при постоянной влажности. Ну, я, в общем-то, да, замораживаю, складирую где-то на балконе. В Карелии начались масштабные учения силовиков. Главная цель – повысить уровень взаимодействия между подразделениями во время нейтрализации преступных групп. С одной из таких группировок вступили в бой спецподразделения УФСИН России и Росгвардии в Пряжинском районе. По легенде, недалеко от поселка Челна преступники организовали засаду на маршруте движения колонны УФСИН. Целью злоумышленников было освободить заключенного, который находился в одном из автомобилей. В ходе ожесточенной перестрелки один из сотрудников был ранен, а преступники вместе со спасенным сообщником вскрылись. Применялись штатные средства спецподразделений правоохранительных органов, которые у них состоят на вооружении. Автоматы, пистолеты. Было задействовано со стороны нападавших группа в количестве от 10 до 15 человек. Со стороны оборонявшихся один спецавтомобиль с боевым охранением. Учения силовых структур продолжатся в ближайшие дни. Следующей задачей у спецподразделений будет нейтрализация преступной группы, которая укрылась в здании. Народ – источник власти. Территориальное общественное самоуправление – один из способов проявлять волю. Впервые в Карелии прошел форум ТОС. Его принял Карельский филиал Академии народного хозяйства и государственной службы. Работает ли самоуправление на самом деле, узнал Данил Чиненов. Плохие дороги, проблемы с ЖКХ или просто не нравится двор – организуйте ТОС. Что это, как его создать и чего можно достигнуть – такие вопросы обсудили на Первом республиканском форуме территориального общественного самоуправления. Один из его участников, Елена Крушневич, работает библиотекарем в поселке Верхний Ланецкий. В 2017 году она неожиданно для себя возглавила ТОС. Сразу же встал вопрос выбрать председателя ТОСа. Ну и, в общем-то, не знаю, я оказалась там, наверное, самая молодая из всех присутствующих, и поэтому жители предложили мою кандидатуру. Зарегистрировали ТОС и дело пошло. Объединившиеся жители построили волейбольную площадку, установили мемориал в память о героях Великой Отечественной войны. Сами посельчане собрали на богоустройство внушительную сумму – порядка 400 тысяч рублей. Помогает и государство. Изначально на конкурс ТОСов было запланировано 8 миллионов рублей. Когда мы провели итоги первого конкурса, у нас появилось 76 ТОСов в республике. И мы приняли решение, и благодаря поддержке депутатов в Заглядательном собрании, выделили дополнительно 10 миллионов рублей. Всего за 2019 год почти 18 миллионов вложили в реализацию 72 проектов инициативных граждан. Еще 350 тысяч – на помощь с организацией ТОСов. Вишенкой на торте стал конкурс на лучшую ячейку общественного самоуправления. В этом году участие приняли только 7 организаций. Первое место у жителей Верхнеланецкого. В 2018 году жители деревни Каскис-Наволок первыми обустроили свой быт с помощью правительства. С тех пор программа поддержки ТОС только набирает обороты. За два года количество ячейк самоуправления увеличилось с 16 до 126. Для более плодотворной работы решили организовать Общереспубликанскую ассоциацию ТОС. Ее создание анонсировал заместитель министра национальной и региональной политики Республики Григорий Фондеев. Данил Чиненов, Сергей Беляев, САМПО ТВ 360. Новый спортивный комплекс для занятий зимними видами спорта появится в Петрозаводске в пойме реки Неглинке. Он станет продолжением уже существующего спорткомплекса «Луми» для тренировок, соревнований и отдыха горожан круглый год. Подробности в сюжете Юлии Степановой. Богатые спортивные традиции Петрозаводска будут возрождать. Когда-то на городском стадионе бегал Сергей Хлебников – конькобежец, серебряный призер Олимпийских игр. Сейчас, по словам Василия Филина, директора спорткомплекса «Луми», зимние виды спорта в столице Республики не имеют достаточной инфраструктуры. В «Луми» занимаются и хоккеем, и фигурным катанием, но нет возможности для тренировок конькобежцев. Вторая ледовая арена будет востребована. Учитывая эти зимы, конечно, конькобежная искусственная дорожка в столице Республики должна быть. Эта дорожка позволит проводить соревнования и российского уровня, и даже международного. Это стандарт, у нас есть согласование Союза конькобежцев России. Конькобежную дорожку открытого типа летом можно будет использовать для катания на роликах и скейтбордах, благодаря отшлифованному бетонному покрытию. Проект второй очереди спорткомплекса «Луми» включает в себя также спортивно-хозяйственный корпус с раздевалками, просторным вестибюлем, помещением для заточки коньков. Здание судейской с трибунами крытого типа на 200 мест, гараж для спецтехники. Летом здесь также будут работать поля для мини-футбола и стритбола. В январе мы ожидаем уже получения проекта, согласованного экспертизой, согласования окончательной цены. И, собственно, в 2020 году можно будет приступать уже к строительству второй очереди «Луми». Это будут федеральные средства с Минспорта Российской Федерации, также при поддержке нашего Минспорта Карелия. Предварительная стоимость реализации проекта «Луми-2» составляет 303 миллиона рублей. Его годовая пропускная способность в среднем составит от 100 до 120 тысяч человек. Это даст новые возможности и для досуга горожан, и для воспитанников спортивных секций. Обещают, что количество посещающих конькобежное отделение вырастет в 3-4 раза. Юлия Степанова, Александр Борисов, САМПО ТВ, 360. В столице Карелии появилась еще одна лавка фермера. В России согласован порядок продажи красивых номеров, и большинство жителей нашей страны считают себя счастливыми. Об этом и не только. Расскажем коротко. В столице Карелии появилась еще одна лавка фермера. Магазин, в котором представлены товары местных производителей, открылся на улице Робио. В Петрозаводске планируют открыть еще четыре такие торговые точки. На универсальной ярмарке, которая пройдет в Петрозаводске с 21 по 24 ноября, будут организованы бесплатные торговые места для пенсионеров. Они смогут предложить покупателям ягоды, овощи и фрукты, выращенные на дачных участках. Россияне смогут покупать красивые автомобильные номера двумя способами – через портал Госуслуг и на аукционах. К такому решению пришли Минэкономразвитие и МВД. Администрация Петрозаводска напоминает о необходимости погашения долгов за социальный наим. В отношении злостных неплательщиков уже инициированная работа по выселению через суд. По данным ВЦИОМ, большинство опрошенных россиян в разной степени ощущают себя счастливым. Секрет счастья остается прежним – крепкая семья, хорошее здоровье и достойная работа. Вермиферма – новое слово в переработке пищевых отходов. Создавать компост в своей квартире экологично и увлекательно. О пользе домашних червей нам рассказала Татьяна Тарелкина, хозяйка вермифермы. Подробности в материале Ксении Лариной. Рекомендуется компост хранить при постоянной влажности. Я замораживаю, складирую где-то на балконе. Каждое утро Татьяна Тарелкина подкармливает компостных червей. Экзотические питомцы появились в ее доме не случайно. Они создают удобрения для домашних растений. Несколько лет назад девушка решила стать хозяйкой вермифермы. Ее обитатели перерабатывают любые растительные отходы. Первый вермикомпостер Татьяна сделала сама. Нужны ящики, которые будут иметь достаточно большую площадь поверхности. При одинаковом объеме лучше выбирать емкость, которая будет иметь большую площадь поверхности, нежели глубину. Делаются отверстия в стенках, для того, чтобы поступал воздух. И также устраиваются отверстия в дне, через которые черви как раз-таки могут мигрировать из нижних ящиков по всему объему компостера. И самый нижний ящик устраивается для сбора стекающей жидкости. Содержать земляных червей нужно в определенных условиях. Они не любят яркое освещение и резкие перепады температур. Важно помнить, что это также ценный ресурс для дачников, рыбаков и хозяев различных рептилий. В частности, дождевые черви, которые живут на грядках, обычно в земле, они не подходят для этой задачи, для вермикомпостирования. Нужны черви, которые относятся к группе компостных червей, которые как раз в природе обитают в почвенной подстилке. Их можно найти либо на даче в компостере, не в грядках именно, а в компостере, либо же в Петрозаводске их можно купить в магазине. Черви производят до 10 литров биогумуса в месяц. Этого с лихвой хватает для домашнего использования. Большую часть Татьяна отдает друзьям и знакомым в дачный период. К слову, гумус можно утилизировать и в черте города. Компост уже не является пищевым мусором и делает почву более плодородной. Подкармливать домашних червей Татьяна приучила и сына Мишу. Сама она живет по принципу ноль отходов много лет. Это позволяет значительно сократить количество мусора. На помойку Татьяна выносит только упаковки от продуктов. Ксения Ларина, Владимир Волотовский, Сампо ТВ 360. Очередной рейс эко-мобиля пройдет в этот четверг, 21 ноября. Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртуть, содержащая отходы, но не более пяти предметов от человека. Их необходимо упаковать, чтобы они не разбились в машине, после чего можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения. Организаторы обращаются к горожанам с просьбой утилизировать отработавшие срок лампы и термометры правильно. Ртуть, содержащая отходы, – это вещества первого наивысшего класса опасности, которые категорически нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа соответствующей организации. Центр попечения в Петрозаводске начал сбор рождественских подарков для одиноких пожилых людей. Подарки в рамках акции «Старость в радость» планируют собрать для жителей домов престарелых по всей Карелии, где очень много одиноких стариков, о котором часто некому позаботиться. В доме-интернате в Петрозаводске проживает около 200 бабушек и дедушек. Многим из них на Рождество ничего не дарят. «Это можем сделать мы с вами», – написали в соцсетях организаторы акции. Волонтеры составили список подарков, которые нужно упаковать в красивый пакет и подписать для дедушки или для бабушки. В список вошли календарь, пачка необычного чая, сладости, носочки мужские и женские, чашки и кружки. Волонтеры будут принимать подарки от всех желающих в Петрозаводске по адресу улица Вольная, 1 с 10 до 13 часов каждый день. Акция действует до 25 декабря. В декабре в Петрозаводске состоится долгожданная премьера фильма Елены Дубковой «Как некий херувим» о жизни и творчестве заслуженного артиста России Андрея Денникова. Просто у меня все очень рано происходит в жизни. Ну, как-то очень рано. С Петрозаводском и Карелии Андрея Денникова связывало многое. Ему было чуть больше 20, когда он впервые побывал в нашей республике. Спектакли «Исповедь хулигана», «Маленькие трагедии». Его сольные концерты всегда проходили с неизменным аншлагом. Его талант был неисчерпаем, а самые оригинальные проекты он воплощал на сцене. Объединял драму, музыку, хореографию и вокал. Он умер в 36, 5 лет назад. Но память о Моцарте Российского театра, так его называли поклонники, жива по сей день. «Как некий херувим» – это уже третий фильм об Андрее Денникове. Премьера состоится 8 декабря в Национальной библиотеке Республики. В 2020 году в Карелии появятся первые цифровые избирательные участки. Проголосовать на них можно с помощью электронного избирательного бюллетеня. В качестве пилотных выбраны два города – Петрозаводск и Сартовало. Основной технологический элемент цифрового участка – терминал для голосования. Как им воспользоваться? В день голосования предъявите паспорт и получите персональную карту доступа к вашему электронному бюллетеню. Приложите штрих-код к специальному считывателю на терминале. Ваш бюллетень активирован. Это устройство позволит проголосовать и жителям Сартовалы на выборах депутатов городского совета, и иногородним гражданам. Но тут жители Сартовалы будут голосовать на выборы горсовета Сартовалы, а иногородние граждане будут голосовать на своих выборах. Если в Москве эксперимент затрагивал только выборы губернаторов и выборы депутатов Госдумы, то сейчас мы будем расширять возможности голосования. И здесь уже люди смогут голосовать не только на выборах губернаторов и депутатов Госдумы, но и на выборах депутатов законодательных органов в субъектах федерации, как партийным списком, так и по одномодатным округам. 13 сентября 2020 года в республике будут выбирать главы депутатов нескольких районов. О том, как будет проходить голосование, а также о том, какие еще цифровые стандарты предстоит в ближайшем будущем освоить избирателям, вы узнаете из программы «Крупный план», в которой примет участие член избирательной комиссии России с правом решающего голоса Евгений Шевченко. Смотрите передачу «Крупный план» сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь. Будьте с нами и до встречи на «Сампо ТВ-360». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова